Чьи усы хранят в коробках из-под сыра в театре Пушкина и как профессия актера помогает экономить на психологах? Мы расскажем в нашем новом проекте «Не вся жизнь игра». Это серия сюжетов о закулисе красноярского драматического. Сегодня проведем день с актрисой Ольгой Белобровой. Чем она занимается вне репетиции, спектаклей и о чем болит ее голова посреди ночи, расскажет сама Ольга. Я чищу с вечера картошку, могу ночью мыть полы. Однажды ребенок мне говорит, мама, погладь мне рубашку. А я уже пришла после спектакля, я думаю, так, хорошо, погладь мне рубашку. И пока я все еще не делала, дело налегла. Я не погладила рубашку, я заскочила, погладила рубашку. В третьем часу ночи легла. В общем, умещать актерские какие-то вещи. То есть ты еще понимаешь, что спектакли разные, и ты еще задерняешься. И держать параллельно, почистить картошку, разморозить курицу, погладить рубашку. Главное же дочери накормить и в школу отправить человека. Игорь Варик, это какой-то главный человечек в моей жизни. Я очень рада, что у меня дочка родилась 15 лет назад. Он прям хотя бы тоненький, потому что вот этот уже не тоненький. Это про любовь, про заботу, про традиции, наверное. Я как-то стараюсь в Варике делать вот эти всякие приятности. Мне само от этого хорошо. Я каждый день плаваю. Ну, то есть это тоже присутствует со мной уже на протяжении, наверное, 8 лет. Потому что для меня это момент обнуления, момент такой очистки. Мне после плавания хочется победить весь мир. Хорошо работать в театре, да? Тебе 40, выходит на сцену, а тебе 12. Удивительная штука театра. Я все-таки пытаюсь делать такую очень героиню со светлым, практически прозрачным лицом. И в связи с этим, как бы здесь нет такого макияжа, что я прям, ох, такие глаза себе нарисовала. Вот сегодня тот самый день, когда как раз герои идут. И я, ну, несколько, как сказать, обращалась внутренне, вспоминала, как это немножко замедлится, как это, ну, звучать чуть выше там, чем ты есть. Когда ты делаешь такие все основные вещи, ты как бы вкладываешься в это, оставляя немного энергетики для того, чтобы выйти и эти три с половиной часа жить совершенно в другом мышлении. Он сейчас успокоится! Честно говоря, эту роль забирают у меня столько сил. Я текст говорю, у меня слезы текут, мне ее так жалко, ну, вот эту героиню. Мне ее так жалко становится. И когда я очень точно себе, видимо, это объясняю, это невозможно прекратить. Это вот этот поток, который идет, и все. Господи, столько слез! Капец! Мне после таких спектаклей потом очень спокойно. Вот, видимо, я что-то выбросила и пошла. Артистами могут стать, наверное, не все люди. Я сейчас как бы не про талант, а именно про устройство души, про устройство характера. И когда ты можешь, говорю, поверить, а в то же время понимать, что, ну, блин, ну, это вот твоя жизнь, ты живешь, и все классно. Пришел, а здесь совершенно другой человек. Надо ходить на сцену, верить, играть, взаимодействовать, придумывать, фантазировать. Я считаю, что это одна из самых лучших профессий, которая может случиться с человеком. Я очень счастлива, что я артистка. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ